Валентин Пикуль. Честь имею. Продолжение. Апису деньги из кассы посольства лишь на проведение фотосъемок в Боснии. Но откуда же мне было знать, что Апис употребит их с иноменамерениями, вызвавшими мировую войну? Апис на суде утверждал, что расписки в русских руках. По этому вопросу, огрызнулся Артамонов, можете справиться в архивах московского ОГПУ, если только эти расписки Аписа московские чекисты не извили на самокрутки. В.А. Артамонов вовремя сменил перчатки и потому остался цел, ведя жизнь мигранта в Белграде. Черная рука разжалась, словно отпуская Артамонова на покаяние, а белая рука приголубила его высокой монаршей милостью. Апис остался в памяти народа, схожий с карбонариями, начинавшими освобождение Италии от австрийского гнета. Облик их, обрисованный Герценом, чем-то сродни облику Аписа. Красивая наружность, талант вождя, оратора, заговорщика и террориста. Умение руководить людьми и внушать любовь женщин, так описал его советский историк Н.П. Политика. Потребовалось время и немалое, чтобы понять, почему Апис настоятельно уговаривал меня покинуть Солонику и быть вообще подальше от двора Георгиевичей. Может, он предчувствовал, что я могу стать неугоден королевичу Александру, и тогда меня уберут со сцены как освистанного актера. А может быть, я стану неугоден и самой Черной Руке, которая тоже будет вынуждена учинить надо мной расправу. Апис знал слишком много, и королевич Александр, в сговоре с Николой Пашичем, арестовал Аписа и его сподвижников. Это случилось в декабре 16-го года. Драгутину Дмитриевичу предъявили обвинение, будто он желал открыть перед немцами Солоникский фронт. Представив Аписа предателем Сербии, Александр хотел нейтрализовать попытки союзников вмешаться в дело процесса, а на самом деле, убирая Аписа со своей дороги, Александр желал одного – укрепить свою личную власть диктатора. В таких случаях очень легко шагают по трупам. Процесс закончился лишь в 1917 году, но демократы Сербии и комитеты мигрантов на острове Корфу выступили против смертной казни. Александру было открыто заявлено «Если вы расстреляете Аписа, то выроете себе могилу, а когда вернетесь в Сербию, в эту могилу сами свалитесь». На Королевича был проведен сильный нажим с трех сторон – России, Франции и Англии. Русские генеральные штабы и русская ставка энергично требовали отмены жестокого приговора, ибо Апис сделал многое не только для Сербии, но и помогал разведчикам стран Антанты. Однако Королевич Александр пренебрег просьбами ближайших союзников. Кажется, его более тревожила оппозиция своих же министров и депутатов Скупщины, кричавших «Что угодно, но смерть ни в коем случае». Александр ушел от них, гневно хлопнув дверями «И вы, министры мои, и вы против меня». Сына поддержал только его отец, король Петр, впавший в старческое слабоумие, уже почти безумный «Убей их, иначе они убьют самого тебя». Предателем Сербии был не Апис, предателем был сам Королевич Александр, который шел на сговор сепаратного мира с Австрией, но веновластно требовала от него головы Аписа. Ночью осужденных вывели на окраину Солоник, заранее выбрал глубокий враг для погребения. Но, когда пришли к месту казни, было еще темно, и конвоиры не могли стрелять прицельно. «Придется подождать до рассвета», — сказали палачи. В тюремной камере Апис оставил предсмертное письмо. «Я умираю невиновным», — писал он. «Пусть Сербия будет счастлива, и пусть исполнится наш святой завет объединения всех сербов и югославян. Тогда и после моей смерти я буду счастлив, а та боль, которую я ощущаю от того, что должен погибнуть от сербской пули, будет мне даже легка в убеждении, что она пронзит мою грудь ради добра Сербии и сербского народа, которому я посвятил всю свою жизнь». «Уже цветает», — сказал начальник конвоя. Апис в ряд с товарищами вырос над обрывом оврага. «Да здравствует Сербия! Да здравствует будущая свободная страна Югославия!» Были их последние слова. Дали первый залп. Апис вздрогнул от пуль. Дали второй залп. Апис лишь пошатнулся. Дали третий залп. Апис опустился на корточки. «Сербы, вы разучились стрелять!» — прохрепел он. «Добейте его!» — раздались крики офицеров. «Добейте, иначе этот бык сейчас снова подымется!» Его добивали пулями и штыками. И добили. Правда от народа была сокрыта. А королевич Александр, умывая руки от крови невинных, сообщил русскому царю Николаю II, что уничтожил революционную организацию, желающую гибели всем монархам. Долгие 36 лет никто в Югославии не знал ни вины, ни правоты Аписа. Правда, покоилась в личных тайниках королевской семьи Карагеоргиевичей, недоступной гласности. Но патриоты Сербии по клочкам выявляли истину, когда уже исполнилась мечта Аписа о новой свободной Югославии. В 1953 году Йосип Бростита потребовал, чтобы народ социалистической Югославии узнал сущую правду о героях прошлого, умершвленных с именами злодеев. Тогда же Верховный суд Югославии пересмотрел дела Аписа, и полковник Драгутин Дмитриевич, он же и Апис, был посмертно реабилитирован. Вся его прежняя деятельность была признана полезной для освобождения балканских народов. Из числа классических злодеев Апис перешел в историю под именем национального героя. Так бывало в истории. И не раз. Глава 3. Последняя ставка. «Рыдай, буревая стихия в столбах буревого огня. Россия, 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 безумство сжигая меня». Андрей Билый Написано в 1944 году. «Мой возраст насторожил врачей медицинской комиссии, когда я был отозван в Москву, но мое здоровье она нашла в хорошем состоянии, чему немало и сами подивились. На приеме у начальства мне указали готовиться в дальнюю командировку. Теперь уже никто в мире не сомневался в нашей победе, и для меня, кажется, нашлось важное дело. Я смирил свое любопытство, не спрашивая, куда забросит меня судьба, задав лишь вопрос, надолго ли я буду в отлучке. «Пожалуй, до конца войны», – отвечали мне. «Я сказал, что в таком случае мне крайне необходимо побывать в том городке, где я оставил женщину с двумя дочерями, которых перевезу в Москву, поселив их в своей квартире». «Это ваша семья?» «Нет, беженцы, которых я приютил у себя». «Вопрос отпадает», – указали мне. «Сейчас не время для разведения лирики. Москва и так переполнена наезжими. Вот если бы эта женщина была вашей законной женой, тогда все стало ясно. Пристроившись к эшелону, увозившему в глубокий тыл тяжелораненых, я добрался до городка ранним утром, когда в доме все еще спали, и постаревшая Дарья Филимоновна колола полено для самоварной лучины. «Не как и вы объявились», – с трудом разогнулась старуха, – «подкинули мне жильцов, а сами пропали невесть где». За чаем разложив на столе засовшие в пути бутерброды, я в присутствии дочерей сделал предложение Луизе Адольфовне, объяснив ей причину своего внезапного появления. «Я не претендую на ваши женские чувства, да это было бы и глупо в мои годы, но прошу вас быть моей женой. В этом случае моя совесть будет чиста перед вами и вашими дочерьми. Будем практичны. Квартира в Москве к вашим услугам, а положение моей жены нельзя сравнить с нынешним». В городском ЗАГСе заспанная, явно больная женщина растапливала печку. Скупо поджав морщинистые губы, она безо всяких эмоций внесла в книгу запись регистрации нашего брака. Наверное, мы, новобрачные, выглядели весьма странно, почему она и не поздравила нас. Когда же мы покинули жалкое помещение захудалого ЗАГСа, Луиза Адольфовна разрыдалась. «Господи, да что же это со мной происходит?» «Успокойся», — ответил я, — «браки совершаются на небесах, а в наших ЗАГСах только ставят печати в паспортах». По дороге домой Луиза тревожно допытывалась. «А развитое сочетание со мной с ссыльной немкой не повредит тебе и твоей судьбе? Неужели не боишься так легкомысленно связывать судьбу со мной и моими детьми? Человеку в моем возрасте уже ничего не страшно». Луиза перестала плакать, она даже успокоилась. «Мои предки из бедных богемских гернгуттеров выехали на Русь и еще при Екатерине. Я не знала иной родины, кроме России, и всегда верила, что русские люди добрые. Но ты, Всевышний увидел мои страдания и послал тебя к нам, чтобы мои девочки Анхина Гретта не погибли на этом проклятом вокзале». «Не благодари. Со мной еще многое может случиться. Только вернись. Не оставь нас одних. Заклинаю». После неизбежных хлопот с московской пропиской и определением девочек в школу, я стал собираться в дорогу. Лишь теперь я понял, что во мне что-то безжалостно рвется и может оборваться навсегда. «Прощаясь, я умолял Луизу сберечь мои записки, как самое святое, и пусть накажет дочерям хранить их, никому не показывая лет 20-30, чтобы справедливое время отсеяло все злачные плевелы». Эти страницы, как ни странно, я дописываю уже в итальянском порту Вари, надеясь, что первым же обратным самолетом их переправят по московскому адресу, и они станут эпилогом всей моей проклятущей, но и замечательной жизни. Впрочем, у меня нет никаких дурных предчувствий, однако я переживаю очень странные впечатления. Порой мне кажется, что сейчас я обрел вторую молодость, и мне опять предстоит встреча с драконом в тех самых краях, где начиналась моя зрелая жизнь. Земные катаклизмы, не раз губевшие цветущие города и меры давних цивилизаций, вряд ли, наверное, были способны нанести такие разрушения, какие испытал Сталинград, жестоко истерзанный огнем и металлом. Пилот умышленно снизил наш Дуглас, чтобы мы, его пассажиры, воочию убедились в грандиозности панорамы той битвы, которая решила исход войны. Сталинград, я не ожидал этого, уже курился дымами самодельных печурок, оживленный примитивным бытом его воссоздателей, но сам город еще находился в хаосе разрушения, вокруг него на множество миль. Война раскидала по балкам, обгорелые остовы танков, виднелись разбросанные вдоль насыпи эскелета эшелонов, сверху угадывались искореженные грузовики и обломки самолетов, торчком врезавшиеся в Сталинградскую землю. Врезавшиеся в Сталинградскую землю. Я невольно вспомнил фельдмаршала Паулюса, говорившего, что он хотел бы опять побывать в Сталинграде, уже в новом, отстроенном, но ему, как и мне, вряд ли это удастся. Нас, пассажиров, было немало, и все мы понадобились на фронте, слишком далеком от России, но слишком важном для всех нас русских. Тут были генералы, заслуженные партизаны, авиатехники, минеры, врачи-хирурги, опытные связисты, целый штат переводчиков и даже гордый московский дипломат, оказавшийся моим соседом жестокий порицатель политики Уайтхола. Черчилля, рассуждал он, еще с молоду так и тянет на Балканы, словно петуха на свалку, где зарыто жемчужное зерно. Он и сейчас ведет действенную политику международной армией маршала Тита и югославским королем Петром II Карагеоргиевичем, которого держат в Каире вроде кандидата на белградский престол, давно оплеванный самим же народом. Я ответил дипломату, что согласен с ним, но, извините, не во всем. Россия с давних времен тоже смотрела на балканские дела слишком заинтересована, подобно тому, как богатый сосед заглядывает в огород бедного соседа, которому необходимо помогать. Так что тяготение Черчилля к Балканам я понимаю хотя бы политически. Понимаете? Но позвольте, почему? Так сложилось. Стрелка Компаса Европы, как бы сильно его не встряхивали, как бы не отвлекали ее приложением к иным магнитам, все равно будет указывать именно на Балканы. И Черчилль это учитывает, именуя Балканы подвздошенной Европой. Гитлер всюду вызвал сопротивление народам, но скажите, где он встретил самое мощное противодействие? Только в южных славянах, да в России. И, пожалуй, одни лишь русские да сербы способны сражаться до последнего, ибо никогда не сдаваться, этому их научила сама великая мать-история. Над Калмыцкими степями мы летели без опаски. И я припомнил, как недавно меня раненого мотала здесь в разрывах снарядов немецких зениток. А теперь тишина, солнце, облака. Впереди Астрахань. Мой сосед-дипломат уже нервничал. Генерал, вы не боитесь летать над морем? А вам не все ли равно, куда падать? Я, честно говоря, побаиваюсь. Дуглас уже пронизывал жаркий воздух над Лен-Каранью. Близилась Персия, и мой сосед потащил к себе чемодан. Коллега, как вы относитесь к пище святого Антония? Не откажусь от меню блаженного старца, если в его рацион не входят сороконожки саранча и скалопендры. Глянув в раскрытый чемодан, я воочию убедился, что библейские святые питались гораздо хуже наших дипломатов школы Молотова и Вышинского. А вот и знакомый мне аэродром Тегерана. Англичане сразу предложили автобус, чтобы наша делегация прокатилась по городу. Но я решил остаться в самолете, желая вздремнуть. Все пассажиры, даже отчаянные заслуженные партизаны, искренне волновались, где бы им тут в Тегеране отоварить московские талоны на обед. Пилот вразумил их. Да идите в любую харчевню, вы же доллары получили, так и шикуйте себе на здоровье, а продовольственных карточек здесь нету, и никто за обед стричь их не станет. Далее мы летели на очень большой высоте, преодолевая горные пики, но даже здесь термометры показывали 25 градусов выше нуля. Перегретым мотором нелегко было тянуть машину в этом опасном звенящем пекле. Дуглас совершил посадку в Багдаде, столице Ирака, и тут, как и в Тегеране, первая речь, которую мы услышали, была английская. Но прежде чем англичане успели подкатить трап к дверям фюзеляжа, выступил наш пилот. Товарищи, будьте бдительны, здесь живет знаменитый багдадский вор, которого все мы видели в кино. Меня в Багдаде волновало совсем иное. По пучкам я объяснил причины своего лирического волнения. Вы, молодые люди, знаете Тигр лишь по урокам географии, а я помню его по урокам закона Божия в гимназиях Санкт-Петербурга. Мало того, в шестнадцатом году я должен был находиться неподалеку отсюда, в Кутеля-Маре, где позорно капитулировал английский отряд генерала Туансайда. После этого один из врачей прощупал мой пульс. С таким возрастом не шутят, сказал он. Даже мне вдвое моложе вас нет сил переносить эту жарищу. Пилот, уже бывавший в Багдаде, предложил выкупаться. Но в Тигре, переполненной черепахами, плывущими по своим важным делам, это казалось даже опасно. Мы купались в озере Хабаинии. Дипломат нагнал меня сожженками подальше от берега. Простите, а кем же вы были в шестнадцатом? Увы, всего лишь полковником. А сейчас? Увы, молодой генерал-майор. Трудная карьера, пожалел он меня. Это надо же так? С шестнадцатого до сорок четвертого сидели в полковниках. Снова мы в небесах. Глядя в иллюминатор, я не радовался бесконечной желтизне пустынь с редкими оазисами, но я невольно вздрогнул, когда под крылом Дугласа открылась зеленеющая Палестина, такая ветхозаветная. Конечно, сверху ничего не высмотришь, но я дополнил земной мираж воображением, невольно воскрешая в памяти палестинский цикл нашего знаменитого живописца Поленова. Под нами в знойном Мареве уже простирались Синайские пустыни, и врач, снова проверив мой пульс, сказал «Казовна-иллюминатор». Удивляюсь, как в этих краях могут жить люди. Между тем, ответил я, библейский Моисей сорок лет гонял своих евреев именно в этой Синайской пустыне, чтобы вымерли все рожденные в египетском рабстве, а остались жить только те, кто никогда не знал оков рабства. Пульс нормальный, неужели вы верите в эти глупые сказки, давно отвергнутые нашей передовой советской наукой? Из уважения к вам, доктор, не стану спорить, тем более, что теперь можно любоваться Дельтою Нила. Каир Каир в годы войны напоминал Вавилон с чудовищным смешением языков. Тут было скопище греков, евреев, австралийцев, чехов, киприотов, сербов, мальтейцев, индусов. Встречались и наши белогвардейцы, но все они дружно ругали хозяев положения, англичан. Впрочем, мы лично не имели причин для недовольства, ибо на аэродроме Каир Уэст они встретили нас с приятным дружелюбем. Мы жили в палатках, снабженных холодильниками, набитыми бутылками с пивом, обедали с английскими летчиками. Эти бравые, веселые ребята с большим сомнением отнеслись к нашему маршруту лететь сначала до Мальты, чтобы потом из Бари садиться прямо на свет сербских костров. Вы разве не боитесь лететь почти тысячу миль в сухопутном самолете над морем, над которым не затихает война? Есть ли у вас хоть надувные жилеты, чтобы барахтаться в них часика 2-3, после чего можно смело тонуть? Увы, жилетов у нас не было. Под нами снова лежала пустыня, на этот раз Ливийская, где не так давно была разгромлена армия Роммеля, танки которого, выкрашенные в желтый цвет, нашли свою могилу под Сталинградом. Все мы приникли к иллюминаторам, желая видеть панораму Великой Битвы, о которой так много кричали в Лондоне, но пески, пески, пески. И вот, наконец, увидели море. Наш самолет словно повис над бездной, а мы, пассажиры, невольно поежились при мысли, что будет с нами при встрече с немецкими мессерами. Однако, штурман, впервые летевший над Средиземным морем, вывел нас точно на Мальту, которая сверху казалась ничтожной горошиной, растущей посреди синего поля. Никогда не забуду, что добрые мальтийцы, узнав о появлении русских, вывесили из окон своих квартир красные флаги. В тавернах лавалетты мы чуть не лопнули от избытка пива всяких сортов, ибо возле дверей стоят длинные очереди жаждущих, нет, не выпить, а только ради того, чтобы чокнуться с кружкой с русскими. Глава нашей миссии справедливо решил, летим в баре, а то все здесь и сопьемся. Южная Италия переживала дни освобождения. Мы благополучно приземлились на аэродроме в баре. Это случилось в феврале 1944 года, а на всю дорогу от Москвы ушло более месяца. Я заметил, что раньше из Одессы в баре попадали гораздо скорее. Сюда ходил пароход под флагом палестинского общества, продавая билеты по дешевке нашим богомольцам, плывшим в баре поклониться христианским святыням, но самое удивительное в том, что многие жители баре тогда знали русский язык. Откуда вам известно это? удивился дипломат. У меня была длинная жизнь, и не забывайте, что я окончил Академию старого русского генштаба, а мы генштабисты были обязаны знать очень многое. Иногда даже такие вещи, какие в обыденной жизни, вряд ли могли пригодиться, но знать надо. Борисский аэродром был плотно заставлен союзными дакотами, мустангами и аэрокобрами. Здесь же ютились итальянские самолеты типа Савуя, моторы которых издавали звуки играющего аккордеона, отчего нашей молодежи хотелось танцевать. Нас опекали шумливые и щедрые американцы. Не обошлось и без итальянской экзотики, включая неизменные спагетти, но именно в баре я впервые вкусил от бренного тела осьминога, испытав такие же приятные ощущения, какие, наверное, испытывает человек, которому привелось ради вежливости, дабы не обидеть радушных хозяев жевать старую галошу. Нам предстояло совершить прыжок через Адриатику, чтобы оказаться среди партизан героической Югославии. Однако начальник нашей миссии огорчил нас неприятным известием. Придется ждать. Янки перехватили сигнал тревоги. Партизаны маршала Тита дважды готовили посадочные площадки для нас, но устаршие четники перебили охрану площадок, устроив свои ложные площадки с фальшивыми кострами, чтобы вся наша миссия угодила в их западню. Погуляйте, товарищи. Время ожидания решил употребить пользую для себя, предложив своим попутчикам составить мне компанию. А что здесь смотреть? Нищета и только. За нищетой Барри увидится многое. Достойно всего общего внимания древняя базилика святого Николая Чудотворца и очень пышное надгробие польской королевы Бонны Сфорца, известной отравительницы, кончившей тем, что ее тоже умертвели ядом. А вы здесь бывали раньше? спросил дипломат. Никогда. Так откуда вы это знаете? Но я ведь учился в старой доброй гимназии, а там преподавали не только закон Божий, как многим теперь кажется. В один из дней американцы сообщили, что в районе Медена поля нам приготовили место для посадки и ночью можно испытать судьбу. Мы вылетим вечером, чтобы в сплошной остров. Моторы уже ревут, меня торопят. Не знаю, где найти слова для выражения своих чувств, и кажется, я нашел их самые верные. Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенной в гроб. Читатель, конечно, достаточно извещен о легендарной судьбе народно-освободительной армии Югославии, но аю, возглавляемой подлинным героем славянского мира маршалом Тита. По сути дела южные славяне создали в Европе даже не сопротивление, образовали целый боевой фронт против захватчиков, и Гитлер никогда не забывал учитывать угрозу этого фронта для всего вермахта, для всей Германии. Вплоть до осени 1943 года немцы, итальянцы и усташи провели шесть мощных наступательных операций против Ноаю с танками и авиацией, причем к этому времени югославские партизаны освободили от оккупантов уже половину всех территорий своего государства. Примерный подсчет времени показывает, наш герой попал в Югославию где-то в начале марта, а 25 мая 1944 года немцы предприняли седьмое наступление и оно было самым страшным, самым кровавым, самым жестоким. Валентин Пикуль, честь имею, продолжение следует. Продолжение следует...